Закон о дальневосточном гектаре добрался и до ЦФО. С 1 февраля любой житель центрального округа может стать обладателем 10 тысяч квадратных метров земли в любом из семи субъектов страны, будь то Сахалин, Амурская область, Приморский край, Край Хабаровский, Камчатка, Магадан, Якутия, Чукотка или Еврейская автономная область. Проект направлен на освоение территорий нашей необъятной страны. Для того, чтобы получить право пользования землями, садиться на поезд с пакетом документов вовсе не обязательно. Достаточно зарегистрироваться на портале на дальневосток.рф или сайте госуслуги.ру. Предоставить возможность тем, у кого есть средства, или кто-то может взять ипотечный кредит, дополнительные возможности улучшить свое материальное положение. Все-таки пошли по второму пути. Но абсолютно недопустимо, здесь я с вами полностью согласен, давать это где-то на выселках, где ни дорог нет, ни электроснабжения, ни водоснабжения. Ну, конечно, я обязательно с губернатором на счет переговорю. Заявление рассматривается уполномоченным органом около 30 рабочих дней. Дальше, если положительный ответ поступает, то присылается договор на безвозмездное пользование. После подписания договора можно ехать. Полученный участок земли можно использовать для жилищного строительства, сельскохозяйственных целей, охоты и рыбалки, развития лесного хозяйства. Зарегистрировавшись на портале, можно выбрать интересующий участок и оставить заявку на него. С начала действия проекта закон вступил в силу с 1 июня 2016-го. Осваивать Дальний Восток пожелали больше 60 тысяч россиян. Я подписал договор на безвозмездное пользование своим участком, который расположен за моей спиной. То есть, что я этим хочу сказать? Хочу сказать то, что система действительно работает, работает очень быстро. Приехал специальный обученный человек с специальным оборудованием, которое стоит 2 миллиона, и нашел те координаты, тех пяти точек, которыми ограничен мой участок. Ивановцы пока к проекту не присоединились. Подать заявку можно из дома. Также документы принимают в кадастровой палате города Иваново и в многофункциональных центрах. В нашем офисе заявители могут подать заявление на предоставление Дальневосточного гектара с помощью специально оборудованного рабочего места. Также заявление заявители могут подать на бумаге. Любому заявителю мы окажем помощь при подаче такого заявления. Участок, так как говорено в законе, непременно нужно использовать. И сведения об этом вносить в отчеты. По истечении трех лет пользования земельным участком, необходимо уполномоченный орган направить декларацию об использовании данного земельного участка по заявленному использованию. Если этот участок не используется, то по истечении пяти лет его государство заберет обратно. Если земли будут успешно использовать, на шестой год их можно оформить в аренду или в собственность. Субъекты страны, предоставляющие участки для использования, также разработали систему льгот для желающих переехать. Это и субсидии по ипотеке, квоты на заготовку древесины, компенсация безработным гражданам и их семьям платы за проезд до места и финансовая поддержка в виде подъемных. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.